Ну вот, вся семья сидит, а я здесь одна. Буду вам рассказывать, что мы сегодня делаем. Но потом обязательно сниму всю семью, я покажу. В общем, сегодня родители приехали в гости, и мы будем лепить пельмени, домашние пельмени. И будем сегодня делать маленький опыт. Сделаем одно тесто, как обычно мы всегда делали, тесто по бабушкиному рецепту. Это как бабушка меня научила, бабушка Маша. А второе тесто я сделаю, как нас сейчас учат интернет, с новой новомодной муки. Такой называется она, мука из твердых сортов пшеницы. И вот здесь написано, что это мука для домашней лапши, пельмени, выпечки, хлеба. Мы сейчас сравним, есть ли смысл переплачивать за эту муку, насколько пельмени получаются вкуснее. В общем, у нас сегодня будет два теста, мы будем лепить пельмешки. И обязательно с вами поделимся, расскажем, вкусно у нас получилось или нет. Тесто для пельменей самое простое, самое классическое. Но единственное, что я добавляю не холодную воду, а горячую. То есть где-то порядка градусов 70, наверное, у меня горячая вода. Первое тесто я делаю обычное, цельно из муки у нас пшеничное. Какое-то, где оно тут у меня, что тут написано? Пшеничное. Какой сорт у меня? Высший. Высший, окей, ладно. А с другой стороны написано, но это с этой тоже. Да, точно. Вот такими буквами. У меня вся семья сидит тихо, вот тут в уголочке. Так, Ань, сюда. Муку я процедила. И добавляю сюда. Анечка, давай поближе. Я буду делать много теста, соответственно, на 2 чашки воды, 2 чашки кипятка. Провожу потихонечку в воду и вмешиваю муку. Вода у меня уже, я добавила соль. То есть на 1 стакан воды 1 чайная ложка соли. Все. Андрюша, большой. Веркут, веркут. У нас сегодня такое видео, домашнее, в домашней обстановке. Так что приглашаем вас сегодня к себе на вечеринку. Пельменная вечеринка у нас сегодня будет. Все, вожу. Сейчас буквально тесто чуть-чуть остынет. Добавлю сюда 2 яйца. Так как у нас стакан воды, 1 яйцо. На стакан, да, 1 яйцо. У меня 2 стакана, соответственно, 2 яйца. Все. И добавлю себе, и самый главный секретный ингредиент. Нужно позвать Андрея. Иди сюда, бабуль. Иди сюда. Что такое? Что случилось? Говорит, что случилось? Вон первый канал тебе показывают. Меня? Да. А кто он меня показывает? Показывай. Вот, смотри. Видишь, это же телевизор. Слушай, я рассказываю сейчас, что я готовлю пельмени по твоему рецепту. Как ты меня учила? Как ты меня учила? Помнишь? Ну как ты делаешь пельмени? Давай, рассказывай. Ну как? Ну да. А как я тебе сейчас буду рассказывать? Когда ты вот сейчас вот замесишь, я потом порежу все. Не-не-не, я имею ввиду тесто. Просто в двух словах. Вот я делаю по твоему рецепту. Как ты делаешь тесто? Ну как, вот так уже делаем. Какой воду используешь? Ладно, холодную, горячую. Какую? Кипяченую. Кипяченую или горячую? Заваривай. Горячую. Горячую. Ну вот. Ну сильно не надо заваривать. В общем, бабушка чекиста. Нет, чтобы выплатить рецепт тесто, нужно еще попытаться. И по три. Хорошо, а я из углилы. Два. Два стакана воды положила и два яйца. Много, мало, как думаешь. Не знаю. Знаешь как? Идеально. Идеально. Так что у нас сегодня много девчонок. Так что пельмени будут на раз, два, три. Сейчас опять бусны ливаной. Иди, иди погуляй. Почему? Да пусть стоит. Иди, пей. Не знаю. Ухаживай с первого канала. Мау. Вырежу. Она же снимает. А ты ругаешь. А ты тут это. По телевизору показывают. Тесто у меня. Ну так вот. Я его заварила муку. Сейчас добавляю два яйца. Так, так, так. Ну и все. Сейчас все перемешиваю. И буду постепенно добавлять муку. Позову самого главного. От чего зависит вкус пельменя Андрея. Андрей будет вымешивать тесто. Все. Так, как ты могла? Как ты могла, подруга моя? Все. Секретный ингредиент пришел. Скухни выкидывай. Сейчас мы все сделаем. Ну все, все, все. Давай, работай. Ты слишком много стратегических. У тебя еще и пельменей. А мы пока... Мне еще делать второе тесто. Второе тесто? Да. Я думаю, что второе тесто твое, ни к чему. Потому что и так очень вкусное, которое ты делаешь. А вот это мы сейчас и проверим. А ты знаешь, что... Это мое мнение. Отлично. Мы как раз учтем мнение всех, кто есть пельмени. Лучше я пельмени не пробовал. Ну, тесто имел. Тесто. Вот. Поэтому то, что ты сейчас будешь думать, ну, из этого делать. Какое-то там твердое, шернице. Я поняла твое мнение. Мне кажется, что... Это какие-то новомозные видения, чтобы продавать людям. Опять что-то такое. А дай мне тебе сказать... Не дам, я тебе сказал. Ты мне очень часто не даешь говорить. Чего? Да. Я вообще могу уйти, я так понимаю. Можно продолжать. Девочки, мальчики, до свидания. До свидания. А, так. Надо через сито, через сито. Так. А, через сито, хорошо. Андрей, пока замешивает тесто побольше, я сделаю второе. Все то же самое я буду делать. Единственное, что на два стакана воды я добавлю одно яйцо в данном рецепте. Да, наверное, будешь сама дышать. Нет. К чему? А, что, без секретного ингредиента, что ли? Да. Нет, мы так не договаривались вообще-то. Секретный ингредиент. Нужно только на проверенных способах работать. Что-то не решает-то, да? Она как желтая. Ну-ка, давайте я покажу. Она желтая, вы смотрите. Да. Она как мантра. Она как мантра. Похоже на мантру, да. Да. И сколько месить? По-моему, уже все. Нет, нет. Нет, это мало. Готовое тесто. Сейчас мы его берем в пакетик. Где пакетик? Вот пакетик, Андрей, бери. И я уже замесила... Следующую задачку у меня замесила. Следующую задачку. Значит, это у нас из, еще раз повторюсь, тесто из твердой карточки ниц. Вот, Андрей, ты говоришь о том, что в принципе, зачем придумывать что-то. Зачем придумывать колесо, когда уже сусно и так все. Хорошо. А почему итальянцы используют именно эту муку? Вот говорят, вот они макароники, макароники, но при этом не поправляются. Люди едят мучные изделия, но при этом не поправляются. В этой муке содержится очень много белка, у нее низкий химический индекс. Тогда я ее уважаю больше, конечно. На вкус попробую. Ну вот, вот это очень важно, как раз именно сравнить. Давай, делай. Подсыпай такой, ой, как классно, она тепленькая еще. Тепленькая. О, пошло дело. Пошло дело, пошел второй кусок. Пошел. Все, а я начну готовить мясо, сейчас буду подготавливать фарш, пока тесто будет отдыхать. Ну что, красавица, сидите. Все, кто пельмени лепить готовы, вот они сидят. Спортсменки, комсомолки и просто красавицы. Все, погода, сегодня погода, скажите, шикарная. Вчера была хорошая. Ладно, у нас там процесс идет. Тесто месяца. Сейчас будем делать фарш. Команду дадим. Сейчас Оля еще приедет. Жена эксплуатирует, как хочет. Это какой-то монстр. Это какой-то монстр, уже закат. Вот тут приходит ко мне Андрей. Давай, Андрюха. Вот так помощник, да. Переворачивай. Переворачивай. Вот так. Вот так. И отсюда пошел. Раз. Два Андрея сейчас как за месяц. Тесто. Андреевское тесто. Андреевское тесто. Мама уже здесь собирается. Мама уже здесь собирается. Ты-то куда ешь? Тойди. Все, спасибо, Андрюшка. Папа передохнул. И практически готов, да? Особенное тесто. Особенное тесто. Так, ну вот раз один. Если так сделать, будешь бить его, а то хочешь. То же я. И вот второй ботанчик у нас, да? И смотри, не перепутай. Раз и два. Это еще теплое. Все. Так, ну что? Тесто. Два теста готова. В общем, сегодня у нас, можно, наверное, нашими пельменями можно просто целую армию накормить. Тринадцать. Значит, делаем сейчас фарш. У нас свинина и говядина. В соотношении 50 на 50. Свинину я всегда стараюсь мясо для пельменей брать, можно сказать, одно из самых лучших. Чтобы все-таки это очень важно. Какой фарш? Вообще пельмени это такая еда, где важно все. И тесто, и мясо. То есть фарш, начинка. У меня свиная шейфа. И говядина край. В общем, сейчас. И сколько у нас там? Где-нибудь 4, наверное, луковички. Обычный, классический. Некоторые добавляют капусту для сочности. Но у нас Васенька пришел. Значит, мясо настоящее. Да, Вася? Да, вот он уже 5 человек. Чуру, да? 5. Все. Мы с Андрюшей включаем, Андрюш, мясорубку. Так. Мясо у нас не так. Начинаем. Начинаем, говорится. Не поставим еще. Теперь давай. Как у Вас поднялась, а? Лук. Лук. Какая платья опутали? В следующей очереди. Лук готов? Завидите, я не платью. Я платью. Пальчевок. Фарш у нас перемололи. Сейчас добавляем соль. Черный молотый перец. Соль. Фарш добавляется за расчет 1 чайная ложка на килограмм фарша. Ну что, поехали? Поехали. Поехали. Все, процесс у нас начался. Команда у нас большая. Лепим мы сейчас. У меня этот крупный план надо будет. Ну что, нормально. Крупный план. Крупный план, но иди сюда. Больше мелким планом. Больше мелким планом. Процесс у нас уже начался. Сначала мы наше привычное используем тесто для нас с обычной муки большего сорта. Андрюша, вот эти свои, пожалуйста, штуки сюда не клади. Андрюша, она помогает лепить большие-большие пельмени с большими-большими кружками. Мама раскатывает. Вообще, я получила опыт лепки пельменей еще в Новороссийске, когда у бабушки, мама, помнишь? Конечно. Было свое кафе на берегу Черного моря. У бабушки какой? У бабушки по отцовой линии, Надежда Дмитриевна. Это кафе было знаменито тем, что там готовились домашние пельмени. Это были именно ручные пельмени. Бабушка ездила в станицу, закупала домашнее мясо, свинину, говядину. В общем, там так следили за качеством пельмени, за тем, как это делалось. Это типа, как я сейчас слежу, да? Ну да, типа так же, да. Какие пельмени тут? Давай. Куда какие идут? Куда какие? Крова. Бабушка следила всегда. Да, продукты использовались, действительно, самые лучшие, что вообще вот дома мы используем. А вы сколько тебе было лет? Мне было 14 лет. Вот с какими нужно работать. С 14 лет. Да, с 14 лет именно и работали. Да, помнишь с 14 лет? А я вообще, где-то, а 6 лет. А я, 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 а я. Процесс пельмений, лепкий пельмений такой. То есть мы их всегда никогда не раскатываем. Вообще, я очень часто вижу, что большинство хозяек раскатывают первоогромный пласт, потом берут какую-нибудь там рюмочку и так далее, им кружочки. Ну вот, не знаю, я только помню, бабушка всегда так делала, мама всегда так делала. Я так делаю. В кафе, кстати, у нас тоже так делали, когда вот в российские. Короче, три поколения. А сейчас? Да. Ну вот там еще и из четвертого поколения сидит. Сейчас придет. Она была уже в кадре. В момент. Так это же другая бабушка. М? Ну, другая. А, ну другая, другой бабушки нет уже. Да. Так, где ты практику проходила-то? Ох, у меня там практика была такая, что я не знаю, я в 14 лет оставалось вместо повара, то есть с утра приходила повар, тетя Люба, она готовила. Ну так получилось, что вторая повара заболела, то есть не было возможности заменить. Я, представляешь, полностью, было все готово, то есть в том плане, что там... Только в микроволновке было. Все, все, размораживают и все, и вот официант идет и кричит, Алена, 15 салатов помидоров и огурцы, 15 порций пельменей. Я уберу, пельмени забрасываю, лучше начинай помидоры, а не все эти страны. То есть у меня такая скорость была, но не всегда такая вот практика. В 14 лет я прошла, вот я так вспоминаю. Нет, у нас школа, прям, реально школа, жизненная. Все, и у нас еще раз. Бери, вот, приказано. Отцепок муки. Вот ты месяц сделала, мастер-класс в палетке пельменей. Я вам сейчас тоже покажу. Так, вот, ты берешь, ты как бы пальцем, вот смотри, этими ты бортик делаешь, вот бортик. А тем самым, видишь, кузико и сюда вперед. И потом, как бы, раз, и сюда. И ты за счет этого получается такой вот кузатенький. У меня роверный. У меня роста... Вроде да, получается. Пока покажу. Ну, отсвечивать, а надо, чтобы не отсвечивало, надо, это, свет, подсветку выключить. О, даже, может, так лучше. Вот, смотрите, вот такие вот красавцы. Вот, сейчас вы научитесь. Нет, я знаю, что я буду делать, я просто не делаю. То есть, я просто не оборачиваю. Я говорю, мы у бабушки там в кафе, ну, что уже, уже и так, то есть, налепишься каждый день лепить пельменей. Ну, вот, какое-то время ты всегда подходишь, полепил, полепил, побежал дальше куда-то. Полепил, полепил, прибежал. И уже, знаешь, там, отделать нечего. Все же умеют. Так, ну, давай, сколько пельменей каждый там, кто быстрее, кто больше ли мне сделает за 15 минут? Давай, давай, там. Серега участвовал. Вообще. Времена. Сейчас. Давайте я вам тоже покажу, то, что я Оле показывала. Вообще, не знаю, как вот пельмешек у нас. Зажимаем. Дальше у меня даже... Вот, сделали вареничек. Потом, как бы, когда ты палец сюда прокладываешь, эти пальцами ты делаешь бортик. Раз. И вот так вот. Вот такой вот пельмешек. Всегда аккуратный, просто одинаковый получается. Неважно, там, если даже чуть-чуть не круглое тесто. Там всегда вот ровные-ровные пельмешки. Так, ну что, фабрика пельменей работает. Первый подносик готов. Так, девочки, в морозилку. У меня вообще всего лишь половина, но я здесь, дело в том, что все время отрекаюсь. То нарезаю, то... Ты хотела? В морозилку, в морозилку, бабушки туда, в холодильник большой. Все, поехали дальше. Так, процесс у нас липкий с обычного пельмени. Вот это обычный, кстати. Закончился. Начались необычные. Сейчас делаем из теста, из твердых сортов пшеницы. Вот так, как бы, еще на вкус не знаю, но работать с этим тестом легче. То есть, практически вообще не нужно муки. Тесто раскатывается очень тоненько. Покажи, мальчик, у нас полепки. Давайте. Так, раз. Красиво. Может быть. Надо пробовать, мам. Нет, варить точно так же нужно, что когда залипнет к мясу тесто. Я это, смотри, да. Все. То есть, дальше уже процесс... Но работать с этим тестом интереснее, скажем так. Да, ну приятно. Так, ну что, первое у нас отправляются пельмешки из обычной муки. Процесс варки у нас идет. Это первые пельмешки из обычной муки. Сейчас, как только тесто начнет прилипать к мясу, залипать, все, значит, готово. Я наблюдаю. Пельмешки сварились. Внешний вид. Вот у этих, значит, первое, это из твердых сортов пшеницы, а это у нас из обычной муки. Ну такие, они более желтенькие, мне кажется, да, по внешнему виду. Ну сейчас, в общем, мы все попробуем. Потом вам расскажем всю правду. Ничего не будем утаивать. Семья за столом. Пока только дегустация начинается. Давайте, знаете, что скажу? Нет, что самое интересное. А где моя тарелка вообще? Вы нормальные? Давайте не будем заострять внимание на неважных вещах. Давайте мы сейчас определим. Нафиг нужна пятая тарелка? Зачем мне нужна? Человеку, который лепил пельмени. Не будем заостряться, это важный день. Смотри, здесь обычный, да, пельмени? Я обычный беру, пробую. Нет, ты пробуй, я пошла просто вытаскивать пока. Вы пока ешьте. Процесс идет, поедание пельмешков. Процесс только начинается. А самое главное... Нет, подождите, процесс только начинается. Ну это честно, понимаешь? Это же честно, что мы едим, но это чисто по-русски. На ночь, на естся пельмешков. Давай, ладно. Я пробую наши классические, обычные пельмешки. Привычные. Привычные, с обычной мультии. И пробуем его. Тесто нежнейшее. Обычные, привычные. Нежнейшее тесто. И я скажу, как всегда, это блюдо, как и было, прямо на высоте. Так, отлично. Вторые попробуй. Теперь быстренько я пробую другое. Давайте. Из новомодной муки твердых сортов пшеницы. По-моему, эти более скотчные. Мука не... То есть, чисто мое мнение. Естественно. Мука никак не влияет на вкус пельменей. Что эти вкусные, что и вот эти вкусные. Но, мое ощущение, да, я еще раз попробую. Еще раз попробую. Кстати, более сочнее. Тесто более нежное. Здесь тесто, по ощущениям моим, очень много. Твердых сортов пшеницы, да? То есть, вот есть же макароны, да? Менее, как бы сказать, менее нежное, более грубое. Окей, все. В общем, тебе понравился классический вариант. Так, Анечка, твое мнение. Мне тоже понравились оба пельмени по вкусу, но... Тебе погромче говори. Ну, эти пельмени из твердых сортов, у них действительно такой немножко такой суховатый вкус, я не знаю, вот у самого теста. Тесто более грубое, да? Да, сочек не хватает. Ну, если не обращать внимания, то, в принципе, они почти... Понятно. Так, Оля, все, я поняла, окей. Оля. Ну, я посерединяюсь, да, мнение. Пробуй. А я уже попробую. Что, к мнению, что с обычной муки? У меня это пельмени вкусные, те-те. Но из-за того, что здесь... Чуть-чуть погромче. Ну, из-за того, что пельмени из твердых сортов, вот эти, то есть, ну, на вкус, как грубое, паста. То есть, можно... Другие, другие, да? То есть, они... Само тесто... Ну, я еще ничего не пробовала, поэтому я сейчас пойду пробовать, а потом... Я сейчас покажу. Так. Все высказали свое мнение. Теперь я выскажу свое мнение как повар. Значит, пельмени, которые... Вообще, действительно, вот... Получились и те, и другие пельмени, действительно, шикарные. И по вкусу тесто, и там, и там очень вкусные. То есть, действительно, пельмени из высшего сорта, получилось очень хорошее, упругое такое тесто. То есть, действительно, не разваренное, ничего. Пельмени из теста, твердых сортов пшеницы, однозначно, с ним легче работать. Оно совершенно... То есть, в рецепте нет масла. То есть, когда пельмени твердых сортов пшеницы, мука, там... То есть, мне требуется тебе дополнительно муки. То есть, пельмени лепятся очень легко. При варке они не развариваются. Мне очень понравилось. Если честно, мне очень понравились пельмени с твердых сортов пшеницы. Они имеют такую более плотную... Наверное, более плотную... А ты говоришь, как бы ты их делал, тебе понравились? Или ты их пробовал? Нет, они мне во вкус очень понравились. Да? Тебе больше понравились? Да? Ты знаешь, я скажу... Нет, я не могу сказать. Я могу сказать так, что и те, и другие пельмени действительно шикарные. Просто, ну, действительно, вот это тесто, которое... Оно более мягкое. Которое вот это вот. Вот это вот, которое стандартное, оно более приятное. Сочное, более сочное, получились пельмени? Нет. Сочность, наоборот, сохранилась сочность больше тех. Нет. Попробуй еще раз. Попробуй еще раз. Ну вот, я ехал. Еще раз попробуй. Да вот у меня. Я-то знаю толстый пельменник. Вы меня спрашиваете. А я не знаю. Ты умеешь их любить, а я их ем. Я тоже умею не есть. Нет. Все очень вкусно. Сложно выбрать сейчас. Но пельмени с твердых сортов пшеницы очень классные. Я действительно рекомендую их делать. Сто процентов не хуже, а мне даже больше понравилось. И в лепке, и в лепке, и по вкусу. У каждого свое мнение. Да, я знаю. Но я и говорю, что я с твердых сортов пшеницы не делаю. Как? Почему? Потому что нужно... Как мне делать? С твердых сортов пшеницы не делаю. Пельмени получаются хуже. Мое мнение. Я высказываю мнение, как я это вижу по вкусу. Все. Это честное было мнение? Конечно. А смысл мне? А еще раз попробуй. А мне смысл кого? Само себя что ли? Может, ты не расстрел был? Попробуй бы хорошо. Знаешь, у меня вкус очень хороший. Я на плохое никогда не скажу хорошее. Получаются разные вкусы? Нормально. А, я попробую. Однозначно, это сортов пшеницы. Мое мнение. А, 3-1, ребята. 3-1. Нет, я не знаю, что мнение, как на это и то. Так, дождите, ребят. Мы или говорим о новой игре, а то и другое. Алена, вы была четкая. Я сказала, что вы вообще не голосовали. Вы сказали. Вы подарили эти прекрасные, но вот эти более плотные. Мне показалось, что эти меньше разваривают. Конечно, но она очень вкусная. Ребят, сразу скажу, все очень вкусно, вообще обалденно. И те, и другие. Ну, просто я уже, как это называется, гурман. Гурман, гурман не говори. Нет, ну, мадё, я считаю, что с твердых сортов пельменя лучше. Ну, отлично. Ваше мнение еще раз. Хотелось бы услышать. Пробуйте еще раз. Попробуйте еще раз. Попробуйте, просто без витами. Я уже нормально ел. Ну, по перемешке, по перемешке, без смешки, ребята, давай. Я бы, наверное, твердые все-таки выбрала. Потому что они однозначно. Просто эти, которые вкусные, Андрей говорит, они действительно просто вот эти обычные, вкусные. Но мне... Может быть, я ошибаюсь? Может, я ошибаюсь? Может быть, не еще? Нет, здесь трудно выбор на самом деле сделать. Они эти вкусные, но вот твердые сортов пшеницы, даже, мне кажется, более правильно делать. Как же трудно сделать выбор из вкусного, вкусный, да? Ну, тоже вкусно. Но вот эти вкуснее. Ну, мое мнение, да так. Мы уже поняли твое мнение. А, ну, тогда я тоже за правильность. Ну, а теперь я предлагаю так. Скайбурс, кайбурс, 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 кайбурс. Нет, здесь не чая. Здесь каждый сам выглядит на себя. Каждый попробует сделать и то, и другое. И нам в отзывах напишут, какой пельмень был вкуснее. Да. А теперь, ребята. Что там? Что там? А-а-а! А теперь вы должны себе подписаться. Подписаться и поставить колокольчик. Пока-пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик. Пока-пока! У нас утро. Осталось тесто. Вот это вот из твердых сортов пшеницы. Вот на дневной свет, как оно выглядит. Вот сейчас быстро хочу сделать вареники с творогом. И покажу вам на разрез, как вареники. Потому что я вчера пельмени не разрезала, но однозначно этот вариант мне понравился намного больше. Все, вареники уже почти готовы. Я честно вам скажу, тесто просто шикарное. Не знаю, наверное, это теперь мой фаворит. Достала его с холодильника, даже не ждала. Смотрите, как ему хорошо с ним работать. Я вообще не люблю с обычным тестом. На следующий день я вообще уже не люблю работать. А здесь просто вот. Сама тонкость. Уже заканчивается. Килограмм творога ушел. О, как мы вчера потрудились. И пельмени налепили. Еще и на варениках вот у нас сколько осталось. Варенички варятся. Сейчас будем пробовать. Что варенички готовы. Сейчас я разрежу и покажу вам, насколько тонкое, вкусное тесто я уже попробовала. Ну, действительно, прям. Вот это теперь мой фаворит. Все, делаем регустацию. Только сварился вареник. Вот такое вот он. Тонкое, просто тонюсенькое тесто. Смотрите. Мне кажется, как вариант, можно смешивать муку твердых сортов с мукой высшего сорта. Тоже будет очень-очень вкусно. Все. Надеюсь, это видео было полезным. Такие вот у нас... Вот такой вот завтрак в большой семье. Блюда вареников. Ну, конечно, все не съедят. Ну, в течение дня съедят. Все. Ура! Спасибо. Спасибо.